В эти дни в столице Чукотки прошли соревнования по силовым единоборствам. В первенствах по боксу, дзюдо и другим видам спорта сошлись представители пяти муниципалитетов округа. Соревнования по боксу были посвящены памяти героя России Аймира Миягашева. А почетным гостем состязания стал олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта Рахим Чехкиев. Бокс – это одна из самых популярных боевых дисциплин, которые входят в олимпийскую программу. Занятие этим видом спорта с малых лет – отличная школа, которая помогает детям стать физически развитыми, сильными и выносливыми, обрести навыки самозащиты, улучшить свои коммуникативные качества, укрепить силу духа и уверенность в себе. У каждого свой путь, своя судьба. Если они выбрали дорогу спорта, это очень хорошо. Потому что они будут сильными. Это наше здоровье. Здоровье – это самое важное для любого народа. Наше здоровье. А здоровье начинается с наших спортивных залов. 14 пар вышли на ринг в заключительный день соревнований по боксу, посвященный герою России Аймиру Миягашеву. Спортсмены из четырех районов Чукотки и окружной столицы демонстрировали на ринге свои боксерские навыки. Ребята разного уровня, но все хотели показать свой максимум. Такие соревнования важны не только для нашего округа. Они нужны как система, в принципе, и образования, и нравственного воспитания, и патриотического воспитания, духовного воспитания, физического воспитания. То есть это в комплексе вся история. Для боксеров Пивека, Билибина и Анадрского района окружные соревнования – хорошая возможность показать свое мастерство. Ведь зачастую на местах попросту нет соперников. У нас не поселков такие, чтобы выехать, до Билибина далеко и так далее. Мы как в застое, как находимся, как волонтарно, так сказать, простым словом – в аквариуме. Но, тем не менее, ребята не сдаются посещать тренировки, так сказать, стремятся к чему-то хотя бы раз выехать. Среди победителей окружного первенства по боксу 14 спортсменов разных возрастных групп и весовых категорий – это Бениамин Хасанов, Даниил Анье, Ян Горелышев, Дмитрий Чукров, Михаил Чернявский, Егор Шатилов, Амир Джон Аминджанов, Эркетен Табаев, Самир Селимов, Сергей Евдокимов, Руслан Левушкин, Петр Бологов, Тимофей Гульпа и Александра Каниль. Каждый из этих спортсменов максимально выложился на ринге. Для меня бой сложился удачно. Что было сложного? Ну, сложный структ, что этот соперник был близок к моему уровню. С ним была равная конкуренция. Чем вам нравится бокс? Все-таки это такой не очень для девочек спорт, а больше вроде для юношей. А вы почему пришли в бокс? Чем понравилось? Потому что надо с собой, надо ухаживать, защищаться и надо быть стройным. Тренер сильно помогает набирать форму, готовит к боям. Да, у нас тренер очень хороший. Готовит нас, тренирует. Самое главное – это потеть на тренировках и слушать тренера. Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев на следующий день после первенства дал мастер-класс для всех любителей бокса. Все началось традиционно с общей разминки. После разогрева боксер-тяжеловес показал чукотским спортсменам некоторые приемы, позволяющие добиться победы. Он объяснял смысл тех или иных движений на ринге. Подсказывал, как правильно выстраивать тактический рисунок боя. Бокс – это не драка. Бокс – это искусство защиты, в первую очередь. И если мы осознаем это как искусство защиты, умеем правильно защищаться, то я не всегда говорил, ты можешь плохо атаковать, не попасть, но главное – не пропустить удар. Вот что такое бокс. Умение не пропускать удары, умение правильно защищаться. Но если соперник стоит и никто не предлагает тебе, то сам действуй. Задавай тон, пускай разгадывает, разгадывает сложнее. По результатам окружного первенства формируется команда боксеров, которые будут представлять Чукотку на первенстве Дальневосточного федерального округа. Оно пройдет в конце марта в Благовещенске. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Арсений Гусев. Вести Чукотка.